заявление Минобороны России, которое утверждает, что при обстреле Киева в ночь на 16 мая кинжалом были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок американской системы противовоздушной обороны Patriot. CNN со ссылкой на источники писала, что система Patriot получила минимальный ущерб в результате российского удара. По словам собеседников телеканала, сама система Patriot продолжает функционировать. Неповрежденным остался радар, один из наиболее важных ее элементов. А украинские военные объясняют, что есть радар, есть до восьми пусковых установок, которые расположены на расстоянии друг от друга, это могут быть десятки километров, и поэтому заявление о том, что шестью кинжалами Коношенков уничтожил Patriot, это настолько фантастическая версия, что она рассчитана на совсем глупого обывателя, который вообще ничего не понимает. То есть то, о чем вы сказали, ура, мы всех победим, мы все, мы вот прям вдотла. Но по факту... Можно я поясню? Речь идет не только о глупости обывателя, речь идет о том, что он запуган. Как эта формула работает? Тут еще Геббельс эту формулу очень хорошо описал. Он сказал пропаганде, для того, чтобы быть по-настоящему успешной, нужно, чтобы за ней стоял остроотточенный меч. Речь идет о том, что обыватель ставится перед выбором такой вот... Он не проговаривается официально, но он абсолютно реалистичен, и обыватель это понимает. Перед ним стоит выбор. Ну, либо ты веришь Коношенкову, ну, либо тогда вот следователь, он уже, так сказать, перо обмакнул в чернильницу, да, и готов уже протокол начинать писать. Вот, либо ты становишься клиентом системы, потому что ты враг. А человек знает, как с врагом обращается система, да, и, естественно, в такой ситуации он... Нет-нет-нет, я верю, я верю, вы что? Понимаете? Поэтому речь идет о том, что это вот идиотизм этого обывателя. Нет, конечно, полно, значит, идиотов, и в России в том числе, значит, таких добровольных, что называется. Вот. Но основная масса идиотскую позицию занимает вынужденно, потому что занять позицию скептического и анализирующего все свои собственные головы обывателя, это просто рискованно в нынешней России. Вот в чем проблема. Да, но вот в эту канву такого ура-ура победного настроения немножко не ложится следующая информация о том, что доктор технических наук и разработчик гиперзвуковых ракет «Кинжал» Валерий Звигинцев включен в дело о государственной измене. Ранее уже были арестованы два других ученых из того же Института теоретической прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук по обвинению в государственной измене. Об этом сообщают российские СМИ. Стоит отметить, что основной целью работ данных инженеров было создание перспективных гиперзвуковых ракетных комплексов для армии РФ. И вот тут вот нестыковка, что суперракеты, которые по версии Коношенкова все сбивают, но авторы их почему-то сейчас сядут за госизмену. Ну да, да. Есть это противоречие, и, конечно, опять, чтобы его не заметили, следственные органы ФСБ, они должны работать, так сказать, засучив рукава, что они и делают. Сегодня опять в России массовые обыски у оппозиционеров, даже у тех оппозиционеров, которые в последнее время не активничают, но кто просто когда-то там был известен тем, что занимал скептическую позицию, уже до них дотягиваются. В частности, Михаила Лобанова там из Москвы, профессора МГУ арестовали, и еще несколько человек по всей стране буквально. Так что, да, вот чтобы люди не обращали внимания на эти нестыковки, а продолжали, значит, радостно улыбаться и кричать «Ура!» и подбрасывать чепчики вверх. А вообще, да, конечно, ну вы абсолютно правы. Так, типа, что с кинжалом-то? Ну давайте, если он такой хороший, объясните, за что вы его разработчиков сажаете. А если вы их сажаете, тогда объясните, почему у вас, значит, что с кинжалом не так. А так, одновременно, значит, там блестящий кинжал, который там все, значит, с помощью одной ракеты уничтожается, там несколько целей, находящихся в разных уголках страны. А с другой стороны, разработчики, не то чтобы один накосячил, а вся группа, значит, да, государственные преступники. Да, а как думаете, как восприняли в Кремле и лично Путину вот эту историю, что его вот любимые игрушки, непобедимые ракеты, которые никто-никто не может сбить, а тут раз и американские патриоты украинскими руками сбивают. Семь штук уже. Ну я думаю, что истерика была, конечно, там, глазками вращал, ножками сучил, значит, ручонками размахивал, ну а как еще? Тут, ну вот, можно сказать, последняя надежда, то есть, всегда ты делаешься, но делаешь вид, что дерешься в полсилы, а на самом-то деле у тебя есть еще, так сказать, ого-го, там оружие судного дня за спиной, и вот если что-то не так, так я тогда и вообще и это оружие расчехлю, и тогда вам вообще конец. А теперь выясняется, что оружие судного дня пустышка, такая же, как и все остальное. И, конечно, это обескураживает, лишает тебя аргументов, то есть ты вдруг в глазах, собственно, подчиненных голым королем выглядишь. Субтитры создавал DimaTorzok